Мать Стивена На имя директора ирландского банка Один на 30, другой на 3 фунта И обе суммы Его наградную стипендию И премию за письменную работу Кассир быстро отсчитал Банкнотами и звонкой монетой С притворным спокойствием Он рассовал их по карманам И покорно вынес, как приветливый кассир С которым отец разговаривался Пожал ему руку Протянул свою через широкий барьер И произнес пожелание Блестящего будущего Он с нетерпением слушал их голоса Ему не стоялось уже на месте Но кассир, задерживая других клиентов Все толковал, что сейчас уже не такое время И самое теперь важное Это дать сыну наилучшее образование Чего бы оно ни стоило Мистер Дедал медлил покидать холл Оглядывая и стены его, и потолок И объясняя Стивену, который дергал его идти Что они тут стоят в палате Общин старого ирландского парламента Господи, благоговейно говорил он Ты только подумай, Стивен, какие люди были в те времена Хилли Хатчинсон, Флут, Генри Граттен, Чарльз Кендалл Буш А те дворянчики, что направляют Заправляют теперь Вожди ирландского народа В стране и за рубежом Боже милостивый Да их рядом с теми даже на кладбище представить нельзя Нет уж, брат Насчет них это как в песенке поется Был майский день В июльский полдень Пронзительный октябрьский ветер Свистал вокруг банка У троих Дожидавшихся на краю грязного тротуара Посинели щеки И слезились глаза Стивен заметил, как легко одета мать И вспомнил, что несколько дней назад Видел в витрине у Барнарда Накидку за двадцать геней Ну вот, получили Сказал мистер Дедал Неплохо бы пойти пообедать Сказал Стивен Только куда? Пообедать? Сказал мистер Дедал Ну что ж, пожалуй Что и неплохо Только куда-нибудь, где не очень дорого Сказала миссис Дедал К недожаренному? Да Куда-нибудь, где потише Идемте Сказал Стивен нетерпеливо Пускай дорого Неважно Он шел впереди них Мелкой нервной походкой И улыбался Они старались не отставать И улыбались тоже Его одержимости Спокойствие, парень Сказал отец Мы же не выступаем в забеге, правда? Пришла Мамбыстролетная пора Веселого житья Когда наградные деньги Живо утекали у Стивена Между пальцев Из города Доставляли на дом Большие пакеты с провизией Деликатесами Сушеными фруктами Каждый день Он составлял меню Для своего семейства А каждый вечер Возглавлял поход в театр Втроем или вчетвером Смотреть Ингомара Или Даму из Лиона В карманах Куртки У него бывали Припасены плитки Венского шоколада Для приглашенных А брючные карманы Отдувались От множества серебра И меди Он всем покупал подарки Взялся Отделывать заново Свою комнату Сочинял какие-то проекты Бесконечно Переставлял книги На полках Изучал всевозможные Проискуранты Измыслил Некий род Домашнего государства В котором Каждому члену семьи Вменялись Определенные обязанности Открыл Судную кассу Для домашних И убеждал Всех желающих Брать суды Лишь ради удовольствия Выписывать им квитанции И подсчитывать Проценты На выданные суммы Когда он исчерпал Все идеи Он стал кататься По городу На трамваях Потом Поре развлечений Пришел конец Розовая Эмалевая краска В жестянке высохла Деревянная обшивка В его комнате Осталась недокрашенной И плохо приставшая Штукатурка Осыпалась Семья Вернулась К обычному образу жизни У матери Не было уже больше Поводов его Упрекать Замотовство Он тоже вернулся К прежней школьной жизни А все его нововведения Потерпели крах Государство пало Судная касса Закрылась С большим дефицитом И правила жизни Которые он установил Для себя Были преданы Забвению Какая-то была Нелепая затея Плотиной порядка И изящества Он силился Преградить Грязный накат Внешней жизни А правильным поведением Бурной деятельностью Обновленными Узами родства Обуздать Мощные Настойчивые Накаты Жизни Внутренней Тщетно Как извне Так и изнутри Поток Перехлестнул Через возводимые Преграды Оба Наката Снова Нистово Столкнулись Над Обрушившимся Молом Он ясно Понимал И свою собственную Бесплодную Отчужденность Он не приблизился Ни на шаг К тем существованиям Которым Искал Искал Подход И не преодолел Неутекающих Неутихающих Чувств Стыда И враждебности Которые Отделяли его От матери Братьев И сестер Он чувствовал Так Вот он был С ними Не столько В кровном Родстве Сколько В родстве Некой Мистической Усыновленности Как приемный Сын И приемный Брат Он жаждал Утишить Жгучие Томления Своего Сердца На фоне Которых Все остальное Было пустым И чуждым Его не тревожило Что он Впал В смертный Грех Что жизнь Стала Сплетением Лжи И уверток Рядом С пожиравшим Его Диким Желанием Воплотить Мерзости Владевшие Его Воображением Ничего Святого Не оставалось Он Цинично Мирился С постыдностью Тайных Оргий В которых Он с неким Торжеством Смакуя Детали Осквернял Свой образ Остановивший Его Внимание Денно И ночно Он питался Этими Обезображенными Образами Внешнего Мира Встречная Незнакомка Которая Днем Казалась Ему Скромной И Сдержанной Являлась Ночью Из Темных Лабиринтов Сна Лицо Ее Дышало Лукавым Сладострастьем Глаза Блестели Похотливую Радостью И После этого Утро Приносило Боль Смутными Воспоминаниями Темных Оргий И Острым Унизительным Чувствам Перейденных Запретов Его Снова Потянуло Бродить Туманные Осенние Вечера Влекли Его Из Переулка В Переулок Как Когда-то Годы Назад Они Увлекали Его По Тихим Аллеям Блэк Река Однако Теперь Вид Аккуратных Садиков Приветливых Огоньков В окнах Уже Не смягчал Его Состояние И Только По Временам В промежутке Затишья Когда Желание И похоть Изнурявшие Его Сменялись Слабым Томленьем Образ Мерседес Вставал Из глубин Его памяти Он Снова Видел Маленький Белый Домик По Дороге В горы И сад С цветущими Розами И Вспоминал Гордый Печальный Жест Отказа Который Ему Надлежало Сделать Там Стоя Рядом С нею В Залитом Лунным Светом Саду После Долгих Лет Разлуки И Странствий В эти Минуты Тихие Речи Клода Мельнота Звучали В памяти И Укрощали Его Тревогу Его Касалось Нежное Предчувствие Верного Свидания Которого Он Тогда Ждал Вопреки Всему Ужасающему Что Легло Между Прежней Его Надеждой И Нынешней Предчувствие Той Самой Благословенной Встречи Которая Тогда Ему Представлялась И На Которой Бесилие Робость И Неопытность Мгновенно Спадут С него Эти Минуты Проходили И Изнуряющее Пламя Похоти Вспыхивало Снова Стихи Больше Не были У него На устах И Сознание Требуя Себя Выхода Орвались Наружу Нечленораздельные Крики Непроизносимые Грязные Слова Кровь Бунтовала Он Бродил Взад И Вперед По Замызганным Темным Улицам Вглядываясь В черноту Подворотин И Переулков Жадно Прислушиваясь Ко всем Звукам Он Выл В одиночестве Как зверь Потерявший След Добычи Он Жаждал Согрешить С Существом Себеподобным Заставить Это Существо Согрешить И Вместе С ним Самому Возликовать Во грехе Он Чувствовал Как что-то Темное Неудержимо Движется На него Из тьмы Что-то Мягкое И шепчущее Словно Поток Целиком Переполняющий Его Собой Этот Шепот Будто Шепот Какого-то Сонного Сонмища Осаждал Его Слух Мягкие Струи Пронизывали Все Его Существо Его Пальцы Судорожно Сжимались И Зубы Стискивались От Муки Этого Всепронизывающего Проникновения На улице Он протягивал Руки Чтобы Ухватить Хрупкое И Зыбкое Очертание Которое Манило И Ускользало И Крик Давно Уже Сдерживаемый В горле Слетал С его Губ Крик Вырывался У него Как стон Отчаяния У Страждущих В преисподней И Замирал Как стон Яростной Мольбы Вопль Несправедливой Покинутости Вопль Который Был Всего Лишь Навсего Эхом Непристойной Надписи Увиденной Им На Мокрой Стене Писсуара Как-то Он Забрел В паутину Узких И Грязных Улиц Из Вонючих Проволков До него Доносились Шум Хриплая Брань Рев Пьяных Голосов Это не Трогал Его И он Шагал Дальше Гадая Не Занесло Ли Его В Еврейский Квартал Женщины И Молодые Девушки В длинных Ярких Платьях Надушенные С праздным Видом Прохаживались От Дом К дому Его Охватила Дрожь В глазах Потемнело Перед Затуманенным Взором Желтые Газовые Огни На фоне Сырого Неба Пылали Как свечи Перед Алтарем У дверей И в Освещенных Передних Стояли Нарядные Группы Как бы Расположившиеся Для какого-то Обряда Он попал В другой Мир Он Проснулся От Тысячелетнего Сна Он Стоял Посреди Улицы И Сердце Его Неистово Колотилось В груди Молодая Женщина В розовом Длинном Платье Положила Руку Ему На плечо И Заглянула В глаза Добрый День Милашка Вилли Весело Сказала Она В комнате У нее Было Тепло И Светло Большая Кукла Сидела Раздвинув Ноги В глубоком Кресле Подле Кровати Он Старался Заставить Себя Заговорить Чтобы Казаться Непринужденным Глядя Как она Растегивает Платье И Следя За гордыми Уверенными Движениями Ее Надушиной Головы И Когда он Стоял Так Молча Посреди Комнаты Она Подошла К нему И Обняла Его Весело И Спокойно Своими Округлыми Руками Она Крепко Прижала Его К себе И Увидев Ее Серьезное Спокойное Лицо Запрокинутое К нему Ощутив Теплый Спокойный Ритм Дыхания Ее Груди Он Едва Не Разразился Истерическим Плачем Слезы Радости И Облегчения Сияли В Его Восхищенных Глазах И Губы Его Разомкнулись Хотя Не Сказали Ни Слова Она Провела Позвякивающей Рукой По его Волосам И Назвала Его Плутишкой Поцелуй Меня Сказала Она И Его Губы Не Склонились Для Поцелуя Ему Хотелось Чтобы Она Крепко Держала Его В Объятиях И Ласкала Б Медленно Медленно Как Можно Медленнее Он Почувствовал Что В ее Объятиях Он Внезапно Стал Сильным Бесстрашным И Уверенным Но Его Губы Не Склонились Для Поцелуя Внезапным Движением Она Прягнула Его Голову И Прижала Свои Губы К Его Губам И Он Прочел Смысл Ее Движений В Откровенном Устремленном На Него Взгляде Это Было Выше Его Сил Он Закрыл Глаза Отдаваясь Ей Телом И Душой Ничего Больше В мире Не Сознавая Кроме Темного Притяжения Ее Мягко Раздвинутых Губ Целуя Они Касались Не только Его Губ Но и Его Сознания Словно Выражали Некую Смутную Речь И Он Ощутил Между Ними Какое-то Неведомое И Робкое Притяжение Темнее Чем Греховное Забытье Мягче Чем Запах Или Звук Звук